Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Ох уж этот Самп Мобайл, вернее просто мобильный Самп, потому что Самп Мобайл это название одного уже из вот этих вот самых проектов этого самого мобильного Сампа, поэтому если вы будете называть мобильный Самп Самп Мобайлом, то вы уже будете рекламировать один из проектов на этом самом мобильном GTA Сампе. Но перед тем, как мы начнем про этот самый мобильный GTA Самп рассказывать, я бы хотел вам рассказать про обычный GTA Самп, а если быть точнее, то про сервер Аризона Ролиплей, вернее про проект Аризона Ролиплей, а сервер Феникс, на котором вы можете зарегистрироваться на мой никнейм Данте Коннор, после чего по достижению вами 5-го игрового уровня вы сможете получить себе целых 300 тысяч вертов на руки своего персонажа, либо на банковский счет, я не знаю. В общем-то, заходите и проверьте все это самостоятельно, сами и со всеми прочими делами. В общем-то, давайте приступим. Я это постоянно говорю, это уже, знаете, как такой мануал, как, вот знаете, у какого-нибудь Дмитрия Юрьевича, вот это вот. А теперь к новостям высоких технологий. Но, к сожалению, сегодня у нас будет немного не так. Сегодня у нас будет, как-то, знаете ли, более разбавлено все это. Вы, наверное, знаете, что сейчас мобильный GTA Самп, это такая ниша, которая, ну, можно сказать, не занята. То есть, занял ее тот, кто пришел первый и предоставил самый оптимальный, самый нормально работающий мод, тот, кто закупил больше всего рекламы, и тот, кто смог все это реализовать в кратчайшие сроки. И сейчас, знаете ли, таким монополистом, то есть, такой этакой Аризоной в мобильном GTA Сампе является проект Сантропе Ролеплей. Ни в коем случае не рекламирую, не делаю прочие дела, вот. Есть еще парочка проектов, такие, как, допустим, я не знаю, онлайн Ролеплей, такие, как прочие. И в скором времени, наверное, будет Аризона, Аризона Мобайл. И после того, как Аризона Мобайл, наверное, выйдет, Сантропе уйдет на второй план, на третий план, там уйдут какие-нибудь онлайн Ролеплей и прочее. Есть также, такие, знаете ли, второстепенные немного сервера, потому что на них играет достаточно малый человек. И если Сантропе открывает уже третий сервер, на котором будет играть большое количество игроков, практически забивая или даже забивая слоты, то на вот этих вот проектах онлайн оставляет желать лучшего. Что-то в районе, там, знаете ли, 100-150, возможно, 200 игроков. И, ну, без слез, как говорится, на все это не взглянешь. Поэтому приходится отворачиваться, приходится не смотреть. Однако, все равно, даже вот в этих вот, в маленькой вот этой вот сфере, все равно существуют свои конкуренты, все борются за вот этот вот лакомый кусочек. Потому что тот, кто сейчас займет вот эту вот мобильную нишу GTA Samp серверов, тот и станет самым лучшим, так сказать. Тот и будет купаться в деньгах, тот и станет Sampovской Аризоной. Опять же, повторюсь, что на месте Sampovской мобильной вот этой вот, знаете ли, Аризоны сейчас стоит проект Сантропе, который открывает уже третий сервер под свои вот эти вот нужды. И это, я вам хочу напомнить, все на мобильном клиенте GTA Samp. Я, как и полагается, как и в другие мои разы рассказа про вот этот вот самый Samp Mobile, до сих пор не поиграл во все это. Ну, знаете ли, так долго качать, непонятно, что там делать. А если мне не понравится? А если, допустим, вот в этот вот лаунчер, или там как это все работает, вроде как там везде заход через свои какие-то сторонние лаунчеры. А что если в этом лаунчере, допустим, вирус там какой-нибудь, я не знаю, стиллер украдет мои пароли, и все, а что я буду делать? А я-то GTA Samp ютубер, причем не последнего масштаба, как бы 1320 подписчиков. Это, сами понимаете, не хуйня. Однако, в сфере таких, знаете ли, маленьких мобильных GTA Samp вот этих вот клиентов существует своя конкуренция. Есть вот, допустим, сервер моего очень хорошего друга, безусловно, наилучшего. Samp Mobile называется. Заходите, блядь, играйте, не знаю, делайте прочие вещи. С онлайном в 150, там, я не знаю, 200 человек. Вот, делайте все прочие вещи. И существует еще парочка таких проектов, как, допустим, я не знаю, вроде как называется Mordor Roleplay, а есть еще и Flynn Roleplay, который неоднократно был замечен в такой, знаете ли, плохой рекламной кампании. Даже сам Андре Сукре это подметил на своей, или там, я не знаю, как это все работает, не на своей страничке ВКонтакте. Поэтому, ну, сами понимаете, что уже дела-то серьезные. Если даже сам Андре Сукре на это обратил внимание, то тем более. В общем-то, чем занимается такой проект, как Flynn Roleplay, вот в этом вот мобильном GTA Samp? Все, наверное, из вас знают, что ВКонтакте, это такая, знаете ли, соцсеть, которая была создана Павлом Дуровым, и дабы она выживала, там есть реклама. За рекламу нужно платить деньги, и на этом, в частности, живет социальная сеть. Вот, и большинство разнообразных мобильных GTA Samp клиентов, вот этих вот, они не закупают рекламу на Ютубе, они рекламируются в таргетированной рекламе ВКонтакте. Это вот, допустим, когда вы заходите в приложение, если вы сидите с официальной сборки ВКонтакте, не знаю, что вы за такой, знаете ли, экстремал, радикал, там, все прочие люди, потому что я лично сижу со сборки в Тостерсе, и мне как бы более чем хорошо от всей этой сборки, я доволен тем, что они мне предоставляют, и они довольны, наверное, тем, что я пользуюсь их наработкой, их сборкой ВКонтакте. Так вот, бывает такое, что вы заходите там, я не знаю, с официального клиента ВКонтакте, вот, во ВКонтакте, да, в новостную ленту, листаете ее, листаете, и тут вдруг внезапно выскакивает рекламный пост, который там где-то, знаете ли, там внизу, или наверху, или там рядом с датой, помечен как рекламный пост. И вот, Flynn RolyPlay, такой проект в мобильном GTA-сампе, был неоднократно замечен за такой, знаете ли, не особо чистой рекламой. Насколько я знаю, у нас даже есть отдельное законодательство, посвященное тому, как должна делаться реклама. Я точно могу вам честно признаться, не читал это законодательство, только наслышан о нем, надо будет потом, знаете ли, посмотреть все эти архивы. Допустим, я знаю, что у нас запрещена реклама алкоголя, и также, насколько я понимаю, нельзя путем гнобления какого-то одного бизнеса рекламироваться. То есть, нельзя, допустим, знаете ли, на видео разрезать карту Альфа-банка и говорить, что ты переходишь в Тиньков. Такого делать нельзя. И вот тут также нельзя говорить, что какой-то проект говно, переходите, мол, якобы на мой. Хотя, таргетированную рекламу ВКонтакте вроде как должны проверять, но все мы знаем то, как эту самую рекламу проверяют одним глазком, и если проект вроде как не кидал, и отзывов-то плохих нету, ну, можно и пропихнуть в таргет, ну, а почему бы и не отдать деньги-то, они всем нужны, как бы, Алишер Усманов, как я, кто-то новую покупать будет. Поэтому, ну, сами понимаете, реклама, она нужна, и она делается, и вы можете увидеть даже этот Флинн Мобайл. Впервые лично мной данный проект был увиден тогда, когда посигнулся на сам Мобайл. Воспользовался такой, знаете ли, тем, что Андрей Сукре выставил свой вот этот вот, знаете ли, Самп Мобайл на продажу за 700 тысяч рублей, и Флинн Ролеплей в тот же момент запустил таргетированную рекламу, мол, Самп Мобайл закрывается, и все там плохо, поэтому заходите на наш вот этот вот Флинн Ролеплей, вводите промокод Самп Мобайл, хуйня ебаная, закрываю, там что-то такое было, я не в точь-в-точь вам все это цитирую, как бы, и даже сейчас искать, наверное, все это не буду, хотя, если вы видите скриншот, значит, я все это нашел, и вам все это прекраснейшим образом показываю. И вот сейчас Флинн Мобайл опять был улечен в том, что пользуется какими-то проблемами своих конкурентов, и запускает нечестную таргетированную рекламу. Выглядит смешно, выглядит ново, молодежно, и вроде как нарушает закон о рекламе. Хотя, может быть, и не нарушает, и проекты просто так взъелись на все это, потому что черный пиар, это тоже пиар, его там уже, знаете ли, вот этот вот Флинн Ролеплей запостили во всякие, самповские журналы, ну, по крайней мере, в мой единственный нормальный журнал, который читаю лично я, Самп Ворл, туда его запостили, и это уже неплохая реклама, как бы, да, через вот этот вот самый таргет. А также, вы знаете то, что, ну, ладно, порофлил и порофлил, но на самом деле у владельца Флинн Ролеплей реально есть какая-то злоба к всему этому. Вот есть злоба к людям, которые чего-то добились, а вот он нет. Ну, как бы, бывает такое, да, постоянно там кто-то кому-то завидует, кто-то еще что-то делает, и назвал, допустим, успех Сантропе, вот то, что они открывают ретий сервер, там, случайностью или удачей, или чем-то прочим. В общем-то, человек всяческим образом показывает то, что он недоволен тем, что существует вот такой вот, знаете ли, Самп Мобайл, ой, блядь, вот это вот, блядь, ну, Сантропе, я думаю, вы поняли. И хочет, чтобы на его проекте все люди играли, поэтому запускает такие язвительные рекламы, и не с пустого места он их запускает. Как оказывается, он действительно думает хуёво о своих конкурентах. Ну, разумеется, как бы, деньги-то у него забирают, ему-то деньги не несут, а несут их конкурентам всяким, поэтому, ну, сами понимаете, плохо. А вообще, ниша мобильных GTA-самповских вот этих вот всех баз, она, ну, разрастается стремительно, и не нужно упускать ее из виду. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, Данте Коннор, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов, находятся в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok